и вот мы наполнили курочку синтепоном сейчас нам нужно определить место где будут находиться лапки и хвостик и так синтепончик у нас так хорошо здесь в общем то до самого ниже до самой как нижней части и сейчас мы вместе с синтепончиком будем захватывать лапки вот такой у нас будет тут окорочочек заранее подготовили иголочку с ниточкой и здесь делаем заметочку зашиваем чуть-чуть нитку старайтесь подбирать по цвету чтоб не выделялась сильно в пряжи можно взять прямо такого же цвета как пряжа сама смотрите нужно распределить вот вот этот наш круг где у нас будут лапки чтобы было ровно и на хвостик что во всю камеру ну вот на этом я закончу сшивать лапку эту вступая вовнутрь здесь сделаю просто закрепочку что вы затянулась без петельки спрячем и сейчас переходим к второй лапки смотрим чтобы она по возможности было ровно не знаю на камеру насколько ровно мне кажется вроде как более или менее и сейчас переходим к этой лапки иголочкой можно синтепончик поправить если иголочку по по длине и не сильно маленькая немного погодя я покажу еще цыпляток цыпляток вчера связала несколько штучек получились довольно интересные вязала их из пряжи софти большой стежок это наполни побольше окорочок чтобы был покрупней вниз и закрепляем так следующее это будем вот смотрите немного подхвачен хвостик так вот наша задняя часть и мы захватим где-нибудь так чтобы это было у нас ну здесь просто сделаем несколько стежочков через внутреннюю часть делаем стежок переходим к хвостику и здесь немного закрепим можем и сверху посмотреть и из нижней части чтобы у нас было более ровно и сзади если желаете допустим что синтепончиком мало можете в этот момент добавить немного синтепончиком на несколько раз закрепляем на несколько раз закрепляем ну хотя думаю что она у нас уже не распадется потому что мы все же сейчас будем это привязывать вот что у нас какая курочка получилась на этом этапе можем вовнутрь пальчиком пробраться и поправить чтобы она была такая попышней и если нужно можем добавить синтепончика ну а сейчас нам понадобится картон и где-то куда-то у меня одевалась заготовочка моя вот прикладываем заготовку ну вот и сейчас видите сейчас в общем то можно и вязать обычно но я в один слой провяжу первую первую вот эту обвязку соединение чтобы было не бросалась сразу в глаза сильно плотное соединение и начну наверно все-таки задней части кружок потом добавлю начинаем сшивать и когда так все-таки так чтобы вот так когда сшила вот эту часть потом ставить картонку сейчас подумаю как лучше нет наверное все таки не свяжем соединим вот эту часть пока мягко она будет более удобно нам связывать да да я такая путая но вот видите я сама как бы вижу первый раз поэтому хочется связать чтобы оно было более удобно потому что вот эти вот части придется все таки обвязывать и а здесь ставим уже когда картонку будет более удобно просто по ровной части связать поэтому вот эти выпуклости сейчас свяжем сразу проходит ты что такое и пошли обвязывать столбиками без накидов кто хочет может сшить ниточкой обычной ниточкой с иголочкой кстати думаю будет лучше потому что вот эта обвязка уже видите мы ее задеваем но мы еще дальше будем обвязывать поэтому думаю особо ничего страшного не будет конкретных размеров я не даю так как я не вижу по описаниям я вижу и свои фантазии то что у меня приходит в голову то я и придумываю можно здесь вязать обвязывать рачьим шагом тоже думаю будет неплохо что уж этого камеру давайте я без камеры обвяжу обвяжу всю курочку вот когда я довяжу вот до сюда я вставлю сюда круг и можно в этот момент если будет казаться что курочка или не очень устойчиво можно будет добавить синтепончик а и мы с вами встретимся когда я обвяжу вот ее по кругу вот я обвязала курочку обвязка дается не очень удобно конечно но посмотрите здесь можно кружочек связать поменьше единственное что вот этот было неудобно натягивать а если кружочек будет поменьше то будет еще более неудобно поэтому здесь уже смотрите на свое усмотрение по своему желанию если вы желаете можете связать маленький кружочек вот этот вот и он будет где-то по центру но здесь вот соединение идет как бы позже вот эти лапки они идут попозже видите для ближайшего рассмотрения у меня немного по-другому немного отличается и сейчас продолжим продолжим обвязывать курочку по кругу то есть сами уже понимаете что по кругу нужно связать несколько рядочков увеличивая я так думаю что пару рядов можно связать в общем то то у меня без накида допустим тоже прибавляя где-то либо в каждой 3 петли или можно вообще связать столбики без накида и они будут вязаться быстрее так вяжем ряд столбиками с одним накидом а увеличивая 1 2 3 ну давайте каждый четвертый столбик и спереди здесь она как бы тоже вот увеличивается но посмотрите задней части идет рисунок пошире а спереди уже нету вот такого столбика с накидом ну и я точно так же свяжу здесь столбики без накида уже идут вот от лапки столбики ой столбик с накидом полустолбик с накидом и тут где лапки можно в каждом в каждом в каждом ряду добавить чтобы вот эта часть легла ровно здесь уже не добавляет честно где-нибудь посередине между лапками добавляем и вот здесь дошли до лапки начинаем прибавлять в каждую петельку чтобы у нас здесь расклешалась учается где-то 34 раз заступаем чтобы она легла ровно вот это вот уже вязание наше и продолжаем вязать в каждый столбик каждую петлю полустолбик и продукт переходим на столбики с накидом в каждую третью петлю вяжем по два столбика столбика учусь у меня ниточка и так я дошла до хвостика сейчас мы можем прибавлять где-нибудь в каждую вторую в каждую третью петлю петельку то есть две петельки провязываем и добавочка два столбика с накидом два столбика с накидом в одну петлю 2 столбика в одну петлю и весь хвостик вяжем таким образом чтобы у нас здесь было даже чуточку попышней не 2 2 3 4 4 4 6 6 мы провисали уже я во всяком случае провисала ряд еще вот здесь петельки подъема и присоединяюсь следующий ряд будет пестренький розовый пестренький розовый вернее не пестренький эту ниточку 1 пока оставим и посмотрите как нужно соединить в этом случае вот мы дошли до того места где нам нужно соединить петли в круг наше вязание вернее мы ступаем насквозь петли подъема в верхнюю петельку захватываем другой цвет и протягиваем так у нас будет переход на другой цвет ну и сейчас давайте мы вновь повторим вот этот узор воздушная петля и столбик 2 в общем пышный столбик еще раз сейчас воздушная петля накид вступаем сейчас немного немного подумать нам же нужно опять же вот только до этой части где-то связать так поэтому давайте-ка мы здесь просто свяжем по передней части у нас будет просто связано просто столбиками без накида переднюю часть будем обвязывать а когда дойдем до вот этого вот этой середины где у нас как бы планируется хвостик здесь мы свяжем вот таким узорчиком ну и встретимся когда я дойду до того момента где нужно будет вязать узорчик здесь смотрим не знаю как поведут себя наши петельки возможно даже и не нужно будет увеличивать здесь просто вяжем в каждую петлю так получается я дошла до того места где у нас будет провязываться хвостик и в этом месте я начинаю взять узором делаем воздушную петлю накид вступаем столбик с накидом захватываем рабочую нить вновь захватываем мы вернее делаем накид и вступаем повторно захватываем рабочую нить сейчас провязываем все петельки на крючке вступаем провязываем столбик без накида отступаем одну петлю вновь делаем накид и повторяем наше вязание здесь можно вязать пышный столбик из трех накидов три раза ступать ну в этом случае конечно же получится более пышный хвостик это уже зависит от того как вы видите свою работу учитесь если кто только взял крючок в руки я не люблю вязать по бумажкам игрушки особенно потому что в моих игрушках индивидуальность то что не по напечатанному связано именно из головы что-то додумано что-то взято за идею ну и так я провязываю весь хвостик до конца потом перейду на другой цвет увидимся какая-то курочка гигант получается и так я провязала хвостик вот как получается сейчас перехожу на пестренькую ниточку вот смотрите как бы узор закончился вступаю в крайнюю петельку меняла где на розовый цвет ступаю насквозь захватываю уже пеструю ниточку и вытаскиваю ее через петельки подтягиваем вот эту нашу розовую ниточку и сейчас будем вязать вот этой ниточкой воздушная петля подъема и провязываем провязываем здесь столбиками без накида а здесь точно также вот каким-нибудь общем дойдем до туда и придумаем добавляем петельки несколько вот здесь здесь ну петли 2 3 добавляем в каждую в одну вяжем два раза в другом одно можем пропустить и в следующие два раза и здесь тоже когда доходим до передние лапки в одну ступаем два раза одну пропускаем следующую два раз ступаем ну и вот здесь тоже так же здесь и вот здесь где-нибудь вот получается один два три четыре в пяти местах нам нужно сделать прибавки у меня вязание идет столбиками без накида можно связать соединительными столбиками то есть чтобы вязание было совсем как бы вот на нет чтобы здесь почти прибавочек не было оно было такое задняя часть как хвостик пышный а передняя часть не увеличивалась в размере за счет этого здесь вяжется поменьше если мы свяжем соединительными вот так можно соединительными и вязать послабже вообще послабже чтобы у нас не стянула работу нашу в общем то здесь можно и не увеличивать в моем случае она вот видите и так свободно и вяжу полупетлю вот видите захватываю не весь столбик а только одну часть но это уже на ваше усмотрение как вы можете фантазировать как вы ну и увидимся когда будем хвостик вязать и так мы доходим до того момента как можно уже начинать взять хвостик и что я делаю я вяжу 3 воздушные петли делаю накид и вступаем тоже мы будем вступать а вот сюда вот смотрите вот у нас вот это вот узор как пышный пышный столбик я его так назову и вот сюда мы будем вязать пышный столбик если вы давайте посмотрим как она у нас будет смотреться вот три раза вступила провязала все петельки снова 3 неступая в расстояние между столбика между вот этими пышными столбиками теперь 3 воздушные петли и перейду на крючок побольше сейчас пышный столбик 1 2 3 закрепляем 2 3 присоединяемся то есть вот у нас вот такой хвостик будет 1 2 3 и пышный столбик 1 2 3 и вступаем между рядом чуть попозже улетимся когда я закончу хвостик вот так обвязалась и так выглядит такой пышный хвостик у меня мои курочки и я думаю что я его все таки еще обвяжу ее вернее курочку еще по краю обвяжу розовым цветом но как обвяжу я попробую как лучше будет смотреться либо так же как вот здесь ну это здесь из пика 33 воздушные петельки присоединяем и снова 3 воздушные петельки присоединяем что здесь обязаны все пикушечками я не знаю как сейчас посмотрю и увидите как будет выглядеть я уже почти обвязала хвостик и показываю как я его обвязывая две воздушные петли присоединяемся к верху вот пышного столбика к макушечке столбик без накида пика из 3 воздушных петель присоединяемся в начало или просто обвиваем вот так вот эти петельки 2 воздушные петли присоединяемся в начало или между пышными столбиками теперь две воздушные петли вновь присоединяемся вот сюда вот шагаем в макушечку вступаем столбик без накида 3 воздушные петли вот обвиваем вот этот столбик без накида у нас при получилось такое пику 2 воздушные петли в основании между пышными столбиками вновь две воздушные петли в макушечку вступаем можно или ступить вот сюда же прямо или просто вот так вот обвить она тоже получится пику также все спасибо цепляет не слушается что-то у меня так вот попроще но мне единственное что пряжи вот это как бы мохнотенькая немножко не видно где-то и сейчас вот вы воздушные петельки присоединяемся вот сюда где у нас было начало вот этой розовой нити вступаем насквозь захватываем рабочую нить и протягиваем все что есть на петельке на крючке вернее ну и на этом у нас заканчивается обвязка эту ниточку нужно спрятать можно прятать в основании вот сюда куда очень нужно походу я по-разному речь и Продолжение следует... Продолжение следует... Такой вот у нас он красивый получился. И я связала уже одно... Я уже связала одно крылышко, и теперь покажу, как я его вязала. Его, думаю, что нужно прикрепить прямо вот к основанию, чтобы оно не болталось, а именно так, как будто крылышко у курочки. И чуть позже у нас появятся цыплятки. Ну, а теперь приступаем к вязанию крылышек. Крылышко, вернее, второго. Начала я вязание вот немного с другой пряжи, но немного она как бы по цвету подходит. Ищем одинаково то место, где у нас будет крылышко. Прикрепляться. Не знаю, не знаю. Думаю, сюда вроде... Вроде сюда, если сделаем подальше... Так, ну вот давайте вот так. Можно здесь завязать и начать вязать, как обычно. Кончик нитки спрятав, а я сделаю вот так. Сейчас сначала нужно связать цепочку из воздушных петель. Из трех делаем 3 петельки. Одна. Две. Три. И нам нужно прикрепить вязание вот сюда. Через ряд, наверное, через ряд или через два. Можно здесь у меня через ряд прикреплено. Ну, значит, вот так через ряд. Делаем. Вот эту ниточку-кончик мы потом спрячем, а здесь продолжаем вязать 3 воздушные петли. Одна. Очень неудобно вязать, конечно, на курочке. Можно, если у вас есть желание связать отдельно эти части и потом уже пришить. Ну, вот я уже начала первое крылышко связала прямо на курочке, поэтому второе буду также вязать. Вот этот хвостик можно спрятать вовнутрь. А здесь нам нужно связать 9 столбиков с накидом под вот эту цепочку из воздушных петель. Так, начинаем ее нащупать. Ой. Один. Два. Три. 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 6 8 и 9 если вы желаете связать крылышко как бы сказать вот по пошире что ли то можно здесь вязать не 9 допустим 12 столбиков и крылышко будет такое более волнистая вот не такое прямое как у меня в общем пробуйте и смотрите что получится сейчас мы меняем нить на серенькую меняем нить на такую пеструю можно здесь завязать узелочек и потом спрятать не буду тратить ваше время я завяжу здесь узелок сейчас продолжаем вязать сейчас каждую петлю нам нужно связать столбик с одним накидом можно в некоторые связать по 2 в крайне допустим чтобы крылышко было попышней думаю понятно так мастер-класс очень затянулся ну вот этот ряд мы довязываем я нахожусь в процессе довязывания крылышко и так у меня сначала было вот такой вот коричневатый цвет потом свиньи сменила на пестрика курочка затем немного розоватый и сейчас смешала два цвета и вяжу двумя сразу цветами же столбиками с накидом вот я довязала сейчас здесь закончу потому что мне нужно перейти на на ярко розовый цвет и обвязывать вот эту часть ее нужно вязать так вот отсюда сюда сначала столбиками без накида ну сейчас покажу вот я перешла на розовую нить вязание у меня завершается я здесь завязала не на узелочек а просто завязала и вот этот хвостик решил опустить вот сюда и сейчас его обвяжу один еще момент если мы обвязываем правое крылышко то у нас идет вязание от хвостика к переду а если хвостика к переду а если правая крылышко то нам нужно наоборот от центральной части к хвостику вязать сначала столбиками без накида а потом уже рачьим шагом вяжем в обратный в обратном направлении так вот заодно обвяжем хвостик здесь и у нас будет крылышко обвязано кто вяжет мастер-класс и на камеру знает что это очень неудобно не все всегда видишь хотя стараюсь хочется чтобы действительно показать то что можно сделать хотя можно но если те кто не умеют если я надеюсь я очень надеюсь что будет понятно сегодня почти что уже целый день прошел пока я вижу конечно с перерывами то ребенка накормить нужно в общем обвязываем сюда до конца ну вот я иду в обратном направлении дошла до начала крылышко и сейчас рачьим шагом иду в обратном направлении обвязываю крыло вступая вяжем против часовой стрелки получается не как обычно когда мы вяжем а в обратную сторону вяжем но я довязываю до конца крыла ну вот курочка моя готова у нее есть вот такие два цыпленочка которых она высидела и они будут находиться у нее вот здесь под крылышками их нужно будет сейчас прикрепить они вот эти прямо только-только из скорлупок вылупились и маленькие носики у них глазки их надо на ниточки прикрепить и они будут вот так сидеть видно что глазки немножко неровно кривенькая мне немножко курочка но зато она высидела цыплет он каких классных они сидят выглядывает всем спасибо за внимание до новой встречи успеваете вяжите если вы же пожелаете связать к пасхе такую красоту но а если не успеваете можно просто в подарок кому-то связать всем до новой встречи пока совсем забыла совсем-совсем эти у нас товарищи подождут немножко своей очереди когда я с ними посижу полюбуюсь на них ну а вам хочу еще показать вот у меня вот такая крошечная курочка еще начата только вязать и я по ней покажу вам как вывязать глазку глазки и бородку курочки потому что я сказать сказала что лучше вывязывать все это пока она не набитая вот здесь уже посложнее когда нитки наполнена так вступая ну приблизительно смотрим где у нас будет носик где будет спинка выбираем это место цепляем ниточку завязываем конечно же и хвостик можем спрятать вовнутрь а можем так как я показывала вот сюда и обвязывать его как мы будем обвязывать 123 петельки нет наверное лучше все таки спрятать хвостик чтобы он нам не мешал лишний раз три или четыре воздушные петельки сейчас у меня зарядка уже сядет через быстренько вот сюда прикрепляемся ну потому как вам хочется какой длины чтобы был хохолок и сейчас 3 воздушные петли и прикрепляемся снова 3 воздушные петли и перекрепляемся и так 3 воздушные петли у меня нет закончилась и перекрепляемся вот общем таким образом мы вяжем хохолок ну и конечно же бородка там же на ваше усмотрение можно тоже вот из таких связать можно связать вот у меня просто пышные столбики вот здесь пышный столбик и здесь пышный столбик а вот на в этой курочки здесь допустим вот из пышных столбиков вот по из пышных из пика вот здесь вот бородка вот это по краю связано и вот это вот нижняя часть тоже здесь столбики с накидом из одного места провязаны из одной точки и обвязаны вот такими и кошечками как вот этот гребешочек ну вроде все объяснила если интересно как цыплята вязать там в общем то ничего сложного нету давайте объясню можно начать сверху можно снизу если мы начинаем снизу так нет вернее если вот я начинала снизу с верхней части здесь связала точно так же как вязала курочку только здесь пять или шесть столбиков без накида и вот связали немного провязали по ровной части затем переходим на белую пряжу и белой пряжи вот пышные столбики у меня видно здесь что у меня здесь пышные столбики чтобы яйцо было чуть чуть побольше чем цыпленочек хотя здесь не скажу что заметно почти на одном они уровне ну когда перехожу вот здесь два ряда пышных столбиков по прямой связанные потом уже заужается как я вязала клювик клювик сделала просто несколько ну вот так вот прямо узелочки узелочка 3 на одном месте 3-4 узелочка допустим и прикрепляем туда продеваем и вот у нас будет уже клювик готов можно и по длине и можно и связать его потом туда заправить по краям и там узелочек спрятать его внутрь цыпленку ну все теперь то уже точно заканчиваю свое видео всем до новой встречи желаю творческих успехов пока пока